Здравствуйте, друзья. Чайный гриб, хорошо известный также под сценическим именем комбуча, стал невероятно популярен не только среди широчайшей публики, но и среди ученых. На конец 2024 года проведено почти 2500 исследований этого напитка. Среди них множество мусора. Я выбрал 21 наиболее качественное исследование. И сегодня мы с вами разберемся в том, какие есть научные исследования именно на людях, которые показывают реальную, а не на фантазированную пользу комбучи. Выведем научно обоснованный рецепт приготовления комбучи и разберемся с тем, какие есть 4 главные ошибки, которые очень сильно снижают ее полезность. Я дам вам 5 научно обоснованных правил повышения пользы комбучи, а именно. Мы разберемся, какой правильный чай нужно выбирать, сколько класть сахара или меда, какую выбрать температуру ферментации и сколько времени ферментировать комбучу, и как ее хранить после ее приготовления. И, конечно, разберемся с тем, как не допустить вреда. Потому что избыточное количество комбучи может вам повредить, и самое главное, неправильно приготовленная комбуча может еще и стать рассадником кандиды. Вот такие у нас сегодня пьянящие перспективы. Причем пьянящие они в прямом смысле, потому что в комбуче еще и производится достаточно большое количество алкоголя. Но мы сегодня посмотрим на комбучу трезвым взглядом науки, ведь именно для этого я и создал мою программу «Обман веществ», в которой мы с научной точки зрения под девизом «Больше знаешь, крепче ешь», развеиваем мифы и фейки о питании, а теперь еще и упоение. И, наконец, здравствуйте. Зовут меня Макс Погорелый, я 55-летний нутрициолог с 25-летним опытом и степенью кандидата науки. И сегодня у нас все будет по науке. А именно, номер каждого научного исследования вы будете видеть на соответствующем слайде, а ссылки на все научные исследования вы найдете в описании к этому видео. В процессе нашего расследования комбучи мы выведем с вами 12 правил и рекомендации ее использования. Все они будут на таких вот фиолетовых слайдах, чтобы вам легче было их опознать. И я буду каждый раз говорить о том, что это правило или вывод, и вы сможете их фотографировать. Я их буду давать на полный экран, и по окончании этого видео вам будет что рассказать вашим друзьям и близким. Да-да-да, вам реально будет что рассказать, потому что комбуча оказалась совершенно неожиданным напитком, о котором в интернете больше фантазий, чем реальности. И связано это с тем, что комбуча это невероятно большой рынок. К 2025 году рынок комбучи достигнет 5 миллиардов долларов во всем мире. Причем, как вы понимаете, это преимущественно Европа, Америка и богатые азиатские страны. Комбуча оказалась не просто каким-то чайным грибком, которым мы делимся с друзьями. Нет, закваски комбучи продаются в интернете. К ней же продаются и различные чаи, и обычный чай, и травяные чаи. Это и рынок всяких баночек, и приспособлений для изготовления комбучи. И самое главное, это быстро растущий рынок уже готовой фабричной комбучи. При таких гигантских оборотах интернет просто не может не быть заполнен различными фантазиями о невероятной пользе комбучи, и наша задача сегодня это отделить зерна от плевел. Ведь истории о невероятной пользе комбучи рассказывают уже века. Первые упоминания о комбучи относятся к 2020 году до нашей эры. Комбучу придумали еще в Древнем Китае, и во времена династии Цинь ее называли Божественный Че, и даже считали средством для бессмертия. В Японии Божественный Че появился в 414 году нашей эры. Это задокументировано, когда корейский врач Кумбу привез этот чай в Японии и излечил императора Японии Инкё от проблем пищеварения. С тех пор комбуча и носит свое имя Кумбу-ча, то есть чай комбучи. И уже потом из Японии через Россию комбуча попала в Европу, в Америку и завоевала невероятную популярность. Эта популярность базируется на мнении о комбучи как о невероятно полезном продукте, и это подтверждено вроде бы тысячами научных исследований. Большинство из них проведено в пробирке или на животных. Когда комбучу добавляли в культуры клеток в пробирках, или давали какие-то вытяжки и экстракты комбучи лабораторным животным, и получали невероятные результаты. Мета-анализ 15 больших научных исследований приводит огромный список пользы комбучи, основанный на животных и пробирочных исследованиях. Тут и лечение диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, и снижение холестерина и лечение атеросклероза, улучшение функций печени и детоксификация всего организма, борьба с бронхитом и астмой, повышение способности организма бороться с раком, уменьшение головных болей, улучшение зрения. Комбучи приписывают улучшение микрофлоры кишечника, и на этом основании она якобы снижает вес и отсрочивает саму старость и, возможно, даже смерть. Но я думаю, что вы все об этом уже читали в популярных статейках, или когда задавали вопросы искусственному интеллекту. Он говорил вам то же самое, именно потому, что искусственный интеллект черпает свои знания из этих же популярных статей. Ну, друзья, это только голохвастову. Люди казались маленькими, как крысы с вершин лаврской колокольни. Помните фильм «За двумя зайцами»? А в жизни люди — это небольшие бесхвостые крысы, а крысы — это немаленькие волосатые люди. И на людях, и на крысах все работает немножко по-разному. И я нашел свежайший метаобзор 2024 года, который отделил зерна от плевел, то есть людей от крыс. В нем ученые рассмотрели 2300 научных исследований, которые были сделаны до 2024 года. Из них только 4 исследования оказались качественными исследованиями на людях, а все остальное было отвергнуто. Ведь метаобзоры, они же называются метаисследования, и существуют для того, чтобы выделять из огромного массива всяких исследований только те, которые сделаны наиболее качественно и имеют наименьший риск предвзятости. А, как вы понимаете, 5-миллиардный бизнес способен наплодить кучу фуфловых исследований, но он смог родить только 4 настоящих исследования на людях. Причем при этом гора родила мышь. Вернее, крису. Ведь эти исследования не радуют, а, честно говоря, они очень удивляют. Во-первых, камбучу представляют вам как очень качественный пробиотик, то есть источник полезных бактерий, который улучшает микрофлору кишечника. Но исследование, в котором взяли 42 человека, половине давали свежую камбучу, а половине стерилизованную без бактерий, и оказалось, что через 3 недели и та, и другая камбуча вообще никак не повлияли на микрофлору кишечника. Ну, что пил камбучу, что слушал фантазии о ее пользе в интернете. Но при этом, странным образом, во втором исследовании, в котором люди тоже пили стерилизованную и полную бактерий камбучу, и та, и другая камбуча уменьшила симптомы синдрома раздраженного кишечника. То есть у больных стал меньше болеть живот и улучшился стул. То есть камбуча, даже стерилизованная, каким-то образом улучшала состояние кишечника, вообще не касаясь кишечных бактерий. А третье и четвертое исследования показали, что употребление камбучи повышает способность организма контролировать уровень сахара в крови и даже чуточку снижает сахар натощак. И, соответственно, камбуча может быть полезна диабетикам. И я нашел еще одно свежайшее исследование 2024 года, которое не успело войти в этот метаобзор. Там людей садили на низкокалорийную диету, половине давали камбучу, половине давали какой-то кисленький чай. И оказалось, что камбуча вообще никак не помогала снижать вес, но при этом немного уменьшала уровень воспалений в организме и улучшала микрофлору во рту, но не в кишечнике. И это действительно звучит очень странно, потому что камбучу как раз и представляют как пробиотик. Средство, которое способно улучшать микрофлору и в ней действительно огромное количество различных бактерий. Уксусно-кислых бактерий, дрожжей и молочно-кислых бактерий. Тех самых полезных бактерий, которые живут во всяких сквашенностях, в том числе и в квашеном молоке. И эти полезные бактерии улучшали состав микрофлоры во рту, но при этом никак не касались кишечника. Я нашел разгадку этой странности и чуть позже я расскажу вам о ней, а пока давайте сделаем наш вывод номер один. Фотографируйте его, пожалуйста. По состоянию на конец 2024 года есть только 5 качественно сделанных научных исследований камбучи на людях. Камбуча не повышала количество и разнообразие полезных бактерий в кишечнике, но улучшала микрофлору рта. Камбуча не снижала веса, она лишь незначительно понижала уровень глюкозы в крови натощак и снижала выделение инсулина в ответ на глюкозу, то есть повышала способность организма контролировать уровень сахара в крови. Все это, честно говоря, заставило меня думать о том, что польза камбучи не в том, что чай сквашивается чайным грибком, а в тех компонентах чая, которые находятся в самой камбучи, потому что чай доказанно может снижать и уровень воспаления организма, и улучшать состояние при синдроме раздраженного кишечника, и бороться с диабетом, как, например, показало это японское исследование, в котором 17 с лишним тысяч людей пили зеленый, черный и красный чай, и только зеленый чай снижал риски диабета, причем очень существенно, на целых 30%. На этом основании мы можем сделать вывод номер 2. Фотографируйте его, пожалуйста. Польза камбучи для здоровья обусловлена неналичием в ней полезных лактобактерий. Их слишком мало по сравнению с дрожжами и ацетобактериями, и поэтому они могут оказать положительное влияние только на микрофлору рта, но не на микрофлору кишечника. Существенная, но не вся. Часть полезных эффектов камбучи, которая наблюдается в исследованиях на животных и на людях, вызвана теми веществами, которые содержатся в чае, который и используют для изготовления камбучи. И, соответственно, выбор правильного чая будет повышать или понижать полезность камбучи. И, соответственно, друзья, мы могли бы с вами выбрать наиболее полезный чай и на этой не очень радостной ноте закончить наш разбор камбучи. Но меня не покидает мысль о страждущем императоре Японии, который вылечил свои проблемы с кишечником именно камбучи, хотя он наверняка пил много чая. Ведь понятно, что если бы работал сам чай, а не грибок, который его сквашивает, то у японского императора не лечили бы камбучи. Проще было бы пить сам чай и не морочиться. Но в камбучи есть еще одно невероятно интересное вещество. Его обнаружили буквально пару лет назад в камбучи, и называется оно глюкуроновая кислота. Это мощнейший детоксификант. Глюкуроновая кислота разрушает те вредные вещества, которые образуются в организме сами по себе во время обмена веществ и которые попадают в организм извне. И глюкуроновая кислота как раз и дает нам надежду на то, что камбуча может оказаться полезнее того чая, из которого ее делают. Ну, понятное дело, что к императору не возят непонятно кого, и что известнейший лекарь Комбу ехал к императору не только с одной камбучей. Понятно, что императора лечили и вылечили целым комплексом разных веществ, но в истории осталась одна камбуча. Знаете почему? Да просто потому, что все остальные методики лечения болезней кишечника сводятся к изменению диеты. Так что, если вы думаете, что сможете вылечить все ваши болезни только одной камбучей, то я вас огорчу. Вы очень ошибаетесь. Чрезвычайно важно сбалансировать полностью все питание, и тогда камбуча может оказаться той самой соломинкой, которая не сломает, но наоборот починит спину верблюда. А проверить то, насколько сбалансировано ваше питание в целом, вы можете сейчас совершенно бесплатно и легко. Для этого надо пройти мой онлайн-тест. Переходите, пожалуйста, по ссылке, которую вы найдете в описании к видео. Там вы попадете в мой чат, и вам будет предложено выбрать три мессенджера. WhatsApp, Telegram или Instagram. Выбирайте любой из этих мессенджеров, и в нем проходите тест питания. Отвечайте на 32 простых вопроса, и сразу же там же получаете мои выводы о том, насколько ваш рацион сбалансирован по шести главным параметрам полезности рациона. И там же вы получите мои рекомендации о том, какие анализы сдать, чтобы убедиться, в порядке ли ваше здоровье. Что делать потом с этими анализами? Вы можете просто прислать их мне, потому что у меня есть программа диагностики вашего здоровья. Ссылку на нее вы тоже видите сейчас на экране, найдете в описании к видео. И для того, чтобы узнать, насколько ваше здоровье в порядке или нет, вы отвечаете на две очень подробных анкеты вашего питания и анкеты вашего самочувствия, состояния здоровья и наши доктора. А у меня в программе работает три очень опытных доктора. Они диетологи и нутрициологи с университетским образованием. И они порекомендуют вам, какие анализы вам нужно сдать для того, чтобы полностью проверить ваше здоровье и прокомментируют потом результаты этих анализов. Так что, пожалуйста, проходите тест, делайте анализы, смотрите на них. Если не сможете разобраться, присылайте. И проходите мою программу диагностики, и я помогу вам быть здоровыми. А мы с вами возвращаемся к таинственной глюкуроновой кислоте, которую пару лет назад нашли в Камбуча, и которая, возможно, ответственна за большой спектр пользы, которую еще не открыли. В природе глюкуроновая кислота вырабатывается печенью и нашей, и печенью животных для того, чтобы детоксифицировать организм. Она обладает свойством соединяться с молекулами разных токсинов и выводить их затем из организма. А это и те вредные вещества, которые попадают в организм извне, например, лекарства, пестициды или выхлопные газы, и те вещества, которые образуются внутри организма в процессе нормального обмена веществ. Например, билирубин. И если в организме нарушается процесс глюкуронирования, то есть производства той самой глюкороновой кислоты, то уровень билирубина в крови повышается. Это происходит при разных состояниях, в частности при так называемом синдроме Жильбера, которым страдает большое количество людей, у которых хронически повышен уровень билирубина. И, кстати, если вам интересна тема питания для снижения уровня билирубина в крови у всех больных, включая больных с синдромом Жильбера, то, пожалуйста, пишите в комментариях билирубин, я буду знать, что тема интересная, и сниму такое видео. Но и это еще не все. Глюкуроновая кислота в организме преобразуется в хондроитин, тот самый, который люди, страдающие болезнями суставов, пьют в виде таблеток. То есть употребление глюкуроновой кислоты может теоретически еще и уменьшить боли в суставах. И приятной вишенкой на торте является то, что глюкуроновая кислота связывает всякие токсины, но при этом полезные вещества она усиливает. Она обладает свойством усиливать действие полифенолов, полезных антиоксидантов, которые как раз и есть в чае, и которые определяют существенную часть пользы камбучи. А, да, и это еще не все. Дело в том, что глюкуроновая кислота снижает окисление плохого холестерина прямо у нас в крови, а это уменьшает образование атеросклеротических бляшек. Ну, это просто праздник какой-то, как сказал Карабас-Барабас, у которого кончились дрова для жарки шашлыка и который увидел деревянного буратино, пришедшего к нему домой. А к вам домой пришел я и принес эту благую весть. И давайте поблагодарим за нее людей, которые помогли мне в съемках этого видео. Это Анна Грегори из Киева, Александр Удуденко и Алена Танчук из Буэрки, и, конечно, постоянный спонсор канала Владимир. Спасибо ему большое. Ну и понятное дело, что этого видео просто не было бы безо всех тех людей, которые поддерживают мой канал. А это прежде всего спонсоры на Ютубе и донаторы на платформе Бусти, Патреон и BuyMeACoffee. Ссылки на эти платформы вы найдете в описании к видео, и я буду очень признателен за вашу поддержку. Кнопку спонсорства или кнопку суперспасибо вы найдете прямо под видео. И такая поддержка важна не только мне, она прежде всего важна моим зрителям, поскольку она позволяет мне быть абсолютно беспристрастным и независимым от любых продавцов, любых фуфломицинов или любых полезных товаров, к числу которых может относиться камбуча. Ну и помимо этого вы можете поддержать мое видео абсолютно бесплатно для вас, а именно подписавшись на канал, если вы еще не подписаны, и поставив лайк прямо во время просмотра видео, поскольку для Ютуба это знак того, что видео интересное, и тогда он начинает раздавать его большему количеству людей. Так вы поможете и мне, и огромному количеству других людей, которые узнают правду и о камбуче, и о других продуктах питания. А я в ответ смогу давать еще больше пользы вам, например, в моем телеграм-канале в виде статей, поскольку далеко не все темы интересны для Ютуба, и поэтому я пишу много научно обоснованных статей, публикую их у меня на сайте и на моем телеграм-канале, подписывайтесь на него, пожалуйста, ссылку на телеграм-канал вы видите сейчас на экране, и спасибо большое всем за поддержку. И мы возвращаемся к глюкуроновой кислоте. Может быть именно она и является тем самым таинственным ингредиентом, который вылечил японского императора и давал столько невероятной пользы крысам и клеткам в пробирках. И крысам глюкуроновая кислота действительно помогает. Я нашел множество исследований, в которых крыс травили разными ядами, бедные зверушки, и давали одной группе камбучу напрямую, а другой группе давали плацебо, то есть просто подкисленный какой-то чаек. И оказывалось, что те крысы, которым давали камбучу, гораздо легче переносили отравление и потом гораздо быстрее выкарабкивались из его последствий. Если мы пересчитаем те количество глюкуроновой кислоты, которые получали крысы на 70-килограммового человека, то получается приблизительно около 170 миллиграммов глюкуроновой кислоты в день. При этом, как показывают различные научные исследования, в камбуче, которая приготовлена из разного чая, белого, красного, зеленого и черного, содержится приблизительно от 130 до 230 миллиграммов в 100-граммовой порции. И при этом глюкуроновая кислота, которую употребляют с продуктами, прекрасно всасывается в кровь. То есть вся цепочка работает. Камбуча производит в чай глюкуроновую кислоту, производит ее достаточно много, и эта глюкуроновая кислота попадает к нам в кровь, и может приводить к полезным эффектам. Но почему тогда 5 научных исследований этих полезных эффектов практически не обнаружили? Ну, возможно, потому что люди это не крысы, их просто не травили разными ядами, а давали им камбучу на протяжении всего-навсего 3 или 4 недель. А для того, чтобы она оказала реально большую пользу, необходимо время. И это время, наверное, у японского императора было, и, возможно, оно было и у доктора Камбу. То есть император-то не отсек ему голову, сказав, что доктор Камбу бесполезен. К сожалению, пока нет никаких исследований о том, приносит ли глюкуроновая кислота, которую принимают внутрь, из камбучи или из других источников, какую-либо пользу непосредственно людям. Но мы точно знаем, что вреда она не принесет, потому что есть исследования по глюкоролактону. Это вещество, которое добавляют в энергетические напитки и которое в организме превращается потом в глюкуроновую кислоту. Глюкуронолактон оказался абсолютно нетоксичным. И в среднем люди, которые выпивают баночку энергетика, получают около 100-110 граммов глюкуронолактона, и это не оказывает никаких вредных эффектов. Но, возможно, оказывает эффекты полезные, потому что, как оказалось, продуктов, в которых есть глюкуроновая кислота на нашем столе раз-два и общёлся. И самый богатый из них это вино, в котором до 20 миллиграммов глюкуроновой кислоты, а в пересчёте на людей для того, чтобы детоксифицировать печень, необходимо около 170. Так что пока чисто теоретически мы можем с вами предполагать, что наличие глюкуроновой кислоты в камбуче полезно. И делаем наш вывод номер 3. Камбуча содержит глюкуроновую кислоту, которая является очень мощным детоксикантом. Она производится в печени для того, чтобы выводить из организма билирубин, токсичные вещества и вредные продукты обмена веществ. Также из глюкуроновой кислоты в организме производится хондроэтин, который укрепляет хрящевую составляющую суставов, и помимо этого глюкуроновая кислота увеличивает бедоступность полезных антиоксидантов из чая и пищи. В камбуче глюкуроновой кислоты в среднем в 10 раз больше, чем в самом концентрированном пищевом ее источнике, в красном вине. Однако пока есть только несколько исследований на крысах, в котором введение глюкуроновой кислоты помогало легче справиться с последствиями отравления химическими веществами. И вообще нет исследований на людях, которые позволили бы определить полезное количество глюкуроновой кислоты. Поэтому нам с вами придется определять полезные и невредные количество камбучи по другим факторам. Как ни странно, главным фактором, который ограничивает то количество камбучи, которое вы можете выпить без вреда для себя, являются витамины группы В. Те самые полезные витамины, о пользе которых в камбуче трубят всякие фуфловые интернет-сайты. Да, в камбуче много витаминов группы В. Как вы видите из этого исследования, и я взял данные о том, сколько нужно употреблять витаминов группы В, и пересчитал количество разных витаминов группы В в дневные дозы. И оказалось, что всего в 100 мл камбучи, это полстаканчика, содержится 74 дневных дозы витамина В1, 40 дневных доз витамина В6, 34 дневные дозы витамина В12 и 7 дневных доз витамина В2. То есть, действительно, лошадиные порции в маленьком количестве камбучи. Но, к счастью для нас, и об этом гласит наш вывод номер 4, фотографируйте его, пожалуйста, избыток витаминов группы В обычно легко выводится из организма с мочой, не причиняя вреда. Но длительное употребление таких высоких доз витаминов группы В может ухудшить состояние здоровья. Это означает, что если вы пьете камбучу, то вам следует воздерживаться от употребления витаминов В1, В2, В6 и В12 и не употреблять камбучи бесконтрольно много. По витаминам понятно, а минералов камбучи, ну, мизер-мизерные. Все фантазии о том, что камбуча является могучим источником минеральных веществ, это полный бред. Смотрите на результаты этого исследования. Итак, друзья, пользу камбучи определяют чисто теоретически пока глюкуроновая кислота, которая может действовать при длительном приеме, и те полезные вещества, которые находятся в чай. Соответственно, для того, чтобы камбуча была полезной, нам нужно с вами определиться с ее правильным рецептом и правильным способом приготовления, чем мы сейчас с вами и займемся. Научное исследование, и об этом говорит наш вывод номер 5, пробовали много разных рецептов, и в конце концов большинство исследований остановилось на одном. А именно, на литр кипящей воды, добавляется 100 граммов сахара, 8 граммов чая, и настаивается это все 10 минут. Затем сливается, охлаждается, и уже туда добавляется чайный грибок. Можно ли заменить сахар медом? Да пожалуйста, я снял два видео о меде. Это тоже, кстати, очень переоцененный с одной стороны продукт, и недооцененный с другой стороны. Первое видео называется «Мед лечит или калечит», и в нем о плюсах и минусах меда. А второе, видео о том, помогает ли мед действительно при простудах и стоматитах. И чтобы вы не удивлялись тому, что ученые заваривали чай именно в кипящей воде, посмотрите мое видео о том, как правильно заваривать чай с научной точки зрения. Оно вас точно удивит. И какой же чай надо выбрать для приготовления камбучи? Черный, красный, белый, зеленый или травяной? Наиболее полезные вещества чая – это флавоноиды и полифенолы. Чем их больше в исходном чае, тем их больше в камбуче, соответственно, и тем полезнее это камбуча. И я нашел много исследований, они говорят о том, что больше всего флавоноидов и полифенолов в зеленом чае и красном чае Пуэр. А черный чай и белый чай содержат достаточно более низкое количество. Из травяных чаев полезны базилик и мята. В них содержится полифенолов и флавоноидов приблизительно столько же, сколько в зеленом или красном чае. А душица содержит этих полезных веществ приблизительно в 5-10 раз больше, чем любые другие чаи. Поэтому добавка душицы, например, к зеленому или красному чаю будет невероятно полезна. И немаловажным является то, что и количество полезных бактерий в камбуче тоже зависит от выбора чая. И зеленый и липовый чай давали наибольшее количество полезных молочнокислых бактерий. Ну и напомню о том, что именно зеленый чай, а не черный и не красный, на 30% снижал риск диабета. И думаю, что мы с вами остановимся именно на зеленом. Давайте зафиксируем это знание в нашем выводе номер 6. Наибольшее количество полезных флавоноидов и полифенолов было в камбуче сделано из красного чая и зеленого, а потом уже черного и белого. Добавка шалфея, мяты и особенно душицы увеличивала количество полезных веществ в камбуче. Наибольшее количество полезных лактобактерий было в камбуче сделано из зеленого и липового чаев и за ними уже потом шли черный, мятный и шалфеевый. Соответственно, можно заключить, что из доступных чаев зеленый является наиболее полезным для производства камбучи и к нему можно добавлять разные травки. Но при этом, друзья, обращу ваше внимание на часто распространенную ошибку. Люди думают, что чай и травки это как деньги. Чем их больше, тем лучше. На самом деле, это абсолютно не так. И ученые не зря остановились на максимум 8 граммах чая на литр воды. Дело в том, что большее количество чая тормозит ферментацию и ухудшает качество камбучи. Поэтому не переперчите, вернее, не перечаите. Это была первая ошибка, а две других связаны с температурой и временем ферментации, то есть сквашиванием. Глюкроновая кислота, как мы с вами уже предположили или разобрались, может являться тем самым таинственным волшебным ингредиентом, который и лечит и императоров, и простых смертных, как мы. И поэтому, чем больше глюкроновой кислоты образуется в камбучи, тем, понятное дело, лучше, если при этом не страдают и другие полезные качества. Исследования показали, что чем выше температура ферментации, тем больше глюкроновой кислоты в камбучи образуется. Если мы повысим температуру с 20 до 30 градусов, то это существенно увеличит количество глюкроновой кислоты. При этом же более высокое количество полифенолов и флавоноидов сохранялось из чая в той камбучи, которая ферментировалась при температуре 25 градусов и до 30 градусов. Оптимальным количеством сахара оказалось 10%, то есть те самые 100 граммов на 1 литр воды, а оптимальное время ферментации 14 дней. Целых 2 недели. И фиксируем это в нашем выводе номер 7. Оптимальная температура для производства камбучи 25-30 градусов, причем 30 предпочтительнее, потому что при такой температуре образуется больше глюкроновой кислоты и сохраняется максимально много флавоноидов и полифенолов. Оптимальная концентрация сахара 10%, оптимальное время брожения 14 дней, и после этого количество полезных веществ в камбучи начинает достаточно быстро снижаться, как показывают научные исследования. Поэтому, друзья, вторая ошибка это квасить камбучу при низкой температуре. Чем более теплое место вы найдете в доме, тем полезнее будет ваша камбуча. А третья ошибка это добавлять чай с сахаром уже готовой камбучи. Так, к сожалению, поступают многие и это совершенно неверно по двум причинам. Во-первых, камбуча должна полностью перебродить для того, чтобы в ней образовалось максимальное количество полезных веществ. Ну и во-вторых, добавление чая с сахаром к уже готовой камбучи повышает риск того, что вы внесете патогенные микроорганизмы в готовую камбучу и там они могут разливаться. Хотя этот риск и невелик и с тем, как полностью убрать риск того, что в вашей камбучи будет кандида, мы тоже сегодня разберемся. Ученые во всех исследованиях ферментируют камбучу приблизительно 10-14 дней, не добавляя больше ничего. Взяли чай с сахаром, положили туда чайный грибок и через 14 дней разлили по бутылкам, поставили в холодильник и потом уже даем людям, крысам или льем в пробирке. Время заквашивания. Оно зависит от многих параметров и вам стоит ориентироваться прежде всего либо на ваш собственный вкус, то есть камбуча стала достаточно кислая и эта кислота вам приятна, или вы можете купить специальные индикаторные бумажки и добиваться приблизительно PH 4,2 и после этого ученые рекомендуют останавливать процесс сквашения, потому что потом качество камбучи будет только ухудшаться. И наконец четвертая ошибка, которую не знает, как оказалось, практически никто, даже всеведущий искусственный интеллект. Как показало это исследование, даже непрямой солнечный свет, как оказалось, довольно быстро разрушает полезные полифенолы и флавоноиды и поэтому камбучу обязательно нужно квасить в темном месте, ну и понятное дело хранить потом в темном холодильнике, не заглядывая в него слишком часто, чтобы там не было света. И об этом наш вывод номер 8, что даже непрямой солнечный свет очень быстро разрушает полезные флавоноиды и полифенолы, то есть те антиоксиданты, которые и составляют основную часть пользы камбучи. И последняя часть пользы камбучи это полезные молочнокислые бактерии, которые, правда, как оказалось, не помогают кишечнику. И я разгадал на самом деле почему. Дело в том, что после того, как камбучу разливают по бутылкам и ставят в холодильник, молочнокислые бактерии подыхают буквально за 8 дней хранения. Вернее, их количество снижается в 10 раз и они просто перестают оказывать любое полезное воздействие. Камбуча это сложнейшее сообщество разных бактерий молочнокислых и уксуснокислых и грибков, то есть дрожжей. И оказалось, что дрожжи поддерживают жизнедеятельность молочнокислых бактерий. Они для чего-то нужны. Но если поставить камбучу в холодильник, то дрожжи просто не могут делать свою работу и полезные молочнокислые бактерии допнут. Один из вариантов обеспечить выживаемость полезных молочнокислых бактерий это закупорить камбучу в специальные бутылки с крепкими пробками и оставить, чтобы она дальше ферментировалась. Но при этом в ней производится спирт. Но по крайней мере то время, пока камбуча будет у вас дальше дображивать при комнатной температуре, в ней сохранятся молочнокислые бактерии. Хотя, честно говоря, нужно ли это? Дело в том, что молочнокислые бактерии составляют ничтожную часть всего бактерийного и грибкового сообщества камбучи. И от того, есть они в камбуче или нет, вам на самом деле не должно быть ни жарко, ни холодно, если вы употребляете другие квашеные продукты. Огурцы, капусту, помидоры и так далее. Смотрите об этом и видео о том, как улучшить микрофлору вашего кишечника с помощью доступных домашних средств. Оно называется пучит выход есть. Причем есть в этом контексте это именно кушать. И кушать, понятное дело, нужно правильные вещи. А мы делаем с вами наш вывод номер 9. Фотографируйте его, пожалуйста. Ферментировать комбучу следует до PH 4,2 можно проверить индикаторной бумажкой или до появления того количества кислоты, которая покажется вам приемлемым по вкусу. Ферментировать комбучу нужно в течение 14 дней, не добавляя к ней новых порций чая с сахаром. После окончания брожения готовую комбучу нужно разлить в бутылки и поставить в холодильник. Да, хранение в холодильнике к сожалению убьет всех молочнокислых бактерий, но они не так нам важны, но зато оно не позволит комбучу становиться более кислой и терять полезные вещества. Молочнокислые бактерии выживают какое-то время, если готовую комбучу держать в теплом месте, но при этом в комбуче повышается количество спирта, о спирте мы еще поговорим, и это тоже убивает полезные бактерии. Так что на комбучу не следует рассчитывать как на пробиотик, для этого есть квашение. Алкоголь. Как справедливо заметил Антон Павлович Чехов, если в первом акте висит на сцене ружье, то в четвертом оно должно обязательно выстрелить. И если я в начале видео несколько раз сказал слово алкоголь, то мы должны с вами обязательно поговорить о выпивке. Правда, для этого в моей пьесе у комбучи мне нужно было в первом акте поставить не чай на стол, а бутылку с комбучи или с шампанским, чтобы в четвертом акте эффектно открутить пробку и она выстрелила. друзья, в комбучи образуется алкоголь и в ней образуется достаточно много алкоголя. Того самого, за который меня всегда забрасывают упреками любители здорового образа жизни, когда я говорю о том, что небольшое количество алкоголя полезны. И я, простите, не только говорю о том, что небольшое количество алкоголя полезны, я доказываю это десятками научных исследований, хотя алкоголь для того, чтобы он приносил пользу, нужно пить очень правильно. Смотрите мои видео об алкоголе, ссылка на целый плейлист находится в описании к этому видео. Алкоголь нужно пить очень правильно, чтобы он не повышал риски рака и не увеличивал шансы заполучить старческую деменцию с возрастом, то есть ухудшение мыслительных способностей, но при этом маленькие количества алкоголя улучшают состояние сердца и сосудов. И это доказывает так называемый французский парадокс. Французы едят очень много жирной пищи, но при этом очень мало страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего потому, что они пьют алкоголь. Сначала ученые думали, что причина в ресвератроле. Это специфический антиоксидант, который находится в красном вине, но оказалось, что уровень ресвератрола в крови очень слабо повышается после употребления даже больших количеств красного вина, небольшие количества алкоголя улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и помогают французам бороться с последствиями переедания всякой жирной пищи. Именно поэтому, друзья, когда я и рассчитываю сбалансированные рационы, я всегда оставляю в них место для небольшого количества радости, а именно для небольшого количества вина, а именно красного. Красное наиболее полезно и его пить нужно действительно небольшими порциями и не каждый день. Так что, если после прохождения моего теста питания и программы диагностики вы захотите, чтобы я рассчитал ваш личный сбалансированный рацион, то он может по вашему желанию содержать немножко вина и при этом быть абсолютно сбалансированным и пошитым по вашей личной мерке. То есть, с максимальным использованием тех продуктов, которые вы любите, и при этом лечить те болезни, которые у вас, не дай бог, конечно, и к несчастью есть, и помогать вам достигать ваших целей, улучшать соны, кожу повышать или снижать вес, увеличивать энергичность и так далее. Добиваться максимальной полезности мне помогает то, что рационы я рассчитываю по научно обоснованным 14 параметрам полезности, а не только по двум, как другие диетологи. Они считают по количеству калорий, балансу белков, жиров, углодов и все. На самом деле нужно включать много разных параметров и именно тогда ваш рацион и будет пошит по вашей мерке и поможет вам быстро добиться ваших целей. Для заказа рациона обращайтесь пожалуйста по ссылке которую вы видите сейчас на экране и найдете в описании к видео и также вам будет предложен рацион и после прохождения моего теста питания. А мы с вами движемся дальше в самую спорную и для многих самую вкусную часть камбучи в алкогольную. Количество алкоголя в камбуче увеличивается по мере квашения оно достигает приблизительно 3% через 2 недели а если вы закупорите камбучу еще в бутылке и подержите еще несколько дней или неделю то количество алкоголя в ней может возрасти до 5%. Если мы сравним это с пивом то окажется что в пиве содержится от 3 до 9% алкоголя то есть хорошо выдержанная камбуча приблизительно соответствует пиву по количеству спирта. Но увы друзья Михаил Звонецкий был неправ когда сказал что алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве Увы это не так и алкоголь это еще один фактор который определяет то безопасное количество камбучи которое можно пить и к которому мы придем с вами в конце этого видео До конца осталось немного и фотографируйте рекомендацию номер 10 Камбуча содержит до 3-5% алкоголя Этот алкоголь следует учитывать беременным людям которые чувствительны к алкоголю и водителям Для сравнения пиво содержит от 3 до 9% алкоголя Но наличие небольших количеств алкоголя оказывает благотворное влияние на состояние сосудов и сердца и снижает окисление холестерина внутри организма А это приводит к уменьшению образования холестериновых бляшек Так что алкоголь тоже дает часть пользы камбучи Но помимо пользы у камбучи еще может быть и вред причем прямой Ведь когда вы готовите камбучу дома то очень велик риск того что она может загрязниться болезнетворными бактериями или грибками и самым опасным является кандида альбиканс та самая кандида которой так боятся все люди Я снял два видео о кандиде Одно о том как кандиду используют для того чтобы зашибать денежку и пугать людей А второе о том как изменить ваше питание для того чтобы вылечить любой кандидоз Речь идет о кандиде во рту в кишечнике или даже у вагинальной кандиде Для того чтобы защитить вашу камбучу от кандиды достаточно добавить в свежий чай с сахаром приблизительно одну десятую часть уже готовой камбучи И об этом наш предпоследний номер одиннадцать Фотографируйте его пожалуйста Дело в том что кислота в камбуче не позволяет развиваться кандиде и дает время развиться полезным бактериям которые потом кандиду прикончат Но для того чтобы полностью обезопасить себя от вредных бактерий обязательно стерилизуйте банки крышки и прочее оборудование которое вы используете для производства вашей камбучи и тогда все будет прекрасно И последнее Сколько же камбучи нужно пить в результате Исследования использовались разное количество 100 200 до 330 граммов в день Но эти исследования напомню лились приблизительно 3-4 недели не больше А в камбуче огромное количество витаминов группы В Поэтому органы здравоохранения различных стран не рекомендуют употреблять более 100 миллилитров камбучи каждый день если употребляете ее длительное время то есть на протяжении нескольких месяцев Такие количество камбучи уже содержат достаточное количество глюкороновой кислоты которая теоретически может оказывать пользу в ней достаточно много полезных полифенолов из чая не так много витаминов группы В чтобы нанести вам вред и не так много алкоголя хотя органы здравоохранения и не рекомендуют употреблять камбучу водителям беременным женщинам и людям у которых понижен иммунный статус именно из-за алкоголя чтобы он им не повредил и об этом друзья наша рекомендация номер 12 в которой мы и фиксируем то что 100 миллилитров камбучи в день будет совершенно безопасной и полезной для вас дозой несмотря на наличие большого количества витаминов группы пью ли я камбучу сам нет друзья честно говоря сам я камбучу не пью поскольку доказательств ее пользы немного вот доказательств например зеленого чая или кофе который я пью предостаточно я снял много видео о пользе чая пользе кофе об их потенциальном вреде рекомендую смотреть эти видео и выбирать что вы пьете хотите пить камбучу пожалуйста у вас есть и рецепты и полезное количество хотите пить чай или кофе в моих видео есть рекомендации о том как правильно готовить наиболее полезный кофе и как правильно заваривать чай если видео вам понравилось и вы еще не поставили лайк то пожалуйста его поставьте и знакомьте ваших друзей с моими видео друзья это видео видео это друзья очень приятно а мне было очень приятно работать для вас спасибо большое за ваши интересы и внимание и с вами был Макс Погорелый программа обман веществ в которой мы с научной точки зрения развеиваем мифы и фейки о питании под девизом больше знаешь крепче ешь и до скорых новых встреч пока науне Субтитры сделал DimaTorzok